И дальше общаемся с гостем в студии. Это лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Виталий. Вы вчера праздновали победу в суде. Агентство по противодействию коррупции доказывало, что вы совмещаете должность руководителя, а точнее главы правления газеты «Политика» с должностью нардепа, что, как известно, запрещено законом. Я так понимаю, что прокуроры сами предложили закрыть дело, потому что нельзя было заслушать важного свидетеля, руководителя газеты, который сейчас в отпуске. А суд отказался рассматривать дело в августе, перенести в август. Нет, нет. Геология была закрыта в связи с отсутствием и подъем правопорушения, и складом правопорушения. Прокуроры были вымешены отказаться от поддержки возрождения, потому что нет, что поддерживать. Национальное агентство противодействия коррупции и другие правоохранные и антикоррупционные органы создали для чего? Для чего они получают по 200, по 300, по 400 тысяч гривен зарплаты? Для того, чтобы противодействовать реальной коррупции, для того, чтобы бороться против реальной коррупции. А они думают, что они складывают на меня протокол, звенувачивают меня, что я вчиняю какие-то правопорушения, совмещаю посады, ох, елки-палки, коррупцию нашли. В стране миллиардами крадут, миллионы людей через себя без работы, они вместо того, чтобы ловить коррупционеров, они выгадывают против меня. Олег Валерьевич, ну, они предъявляли определенные доказательства. Во-первых, что есть у вас треть корпоративных прав на эту газету, по официальным данным. И предъявляли еще, в частности, вот эти датированные 10-11 годом доверенности за вашей подписью. И здесь вы фигурируете как глава правления. Это не было признано как доказательство? Суд разобрался и установил, что нет, в чем меня звинувачивать. Я суворо дотримусь вимог Конституции и законов Украины. В соответствии с вимог Конституции, когда я стал народным депутатом, я склав повноважение. Наоборот, НАЗК приховал те доказы, которые свидетельствуют на мою поддержку. И в связи с этим я вернулся и до Генеральной прокуратуры, и до Министерства внутренних справ. С вимогой порушить криминальное проведение. Такое криминальное проведение уже порушено, мне сегодня поведомили. И я хочу, чтобы те, кто фальсифирует и против меня, и против людей, украинцев, когда у них нет хорошего адвоката, против них фальсифируют доказы, их за что сажают в тюрьмы. Так вот те, кто фальсифирует, вместо того, чтобы бороться с реальной коррупцией, фальсифируют, мать, отвечают. Я хочу, чтобы наши глядачи понимали, для чего это делается. Влада выгадывает любые приводы для того, чтобы пробовать дискредитировать нашу команду, для того, чтобы тиснуть на нас. Олег Валерьевич, следующая тема. Депутаты сейчас на каникулах, но вы предложили созвать в ней очередную сессию, чтобы рассмотреть закон о снятии неприкосновенности с депутатов, импичмента президента и о специальных следственных комиссиях парламента. Мы знаем, что эти законы много раз пытались принять, и для принятия некоторых из них необходимо 300 голосов, потому что это изменение в Конституции. Вот зачем сейчас вы это предлагаете, делаете эту бурю в стакане? Мы понимаем, что законы эти приняты не будут в отдельную вашу сессию, которую вы предлагаете. Это плохо, что мы понимаем, что они не будут приняты. А зачем тогда предлагаете? А было бы хорошо, потому что вода камень точит. Как сказал Иван Яковлевич Франко, лупайтесь в эту скалу. Я думаю, что это был бы чудовый подрунок до 26-летней независимости. Если бы парламент принял изменения в Конституции, скасировал депутатскую недоторганность, приняли закон о процедуру импичмента президента Украины. Я наголошу, это не относится президента Порошенко. Это относится любого человека, который обнимает президентскую посаду. У нас не царя, а президент Украины. И он має быть подзвитный. И если люди навчали порушения, она должна ответить. И так же закон про тимчасовую слідчую комиссию, как реальный инструмент парламентского контроля. Если мы говорим про равность всех перед законом, то и президенты, и судья, и депутаты должны быть равны. А ключевое для того, чтобы принять, мае быть баланс. Конституция предпочитает баланс влад, чтобы не было узурпации, чтобы не было спроби знищить парламентаризм в Украине, как представительский народовладный орган. И тому нужно скасовать депутатскую недоторканность. Но в одночасье импичмент президента. Смотрите, на самом деле буквально на днях был зарегистрирован еще один законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Но ваших подписей под ним нет. Почему? А не имеет потребность подписаться, потому что... Вы его готовы поддержать, в случае чего? Не имеет потребность подписаться, потому что, давайте реально говорить, 300 голосов за скасование депутатской недоторканности без импичмента и тем временем следствия комиссии не будет. Потому что половина депутатов идет туда, до парламенту, чтобы лоббировать в свои бизнес-интересы, а другие боятся, что когда снимут недоторканность, их будут переследовать за их политическую позицию. Поэтому мы предлагаем самый честный вариант для того, чтобы решить эту проблему. Сняти недоторканность за условия принятия закону про импичмент президента. Кстати, мы уже проголосовали в первом читании изменения в Конституции про скасование депутатской и судебской недоторканности. Будь ласка, нехай фракции и коалиции набираются, как они говорят, политической воли и выносят до завтра и областей. Но я так понимаю, что не очередного заседания в любом случае по этому поводу не будет. 20 депутатов от радикальной партии подписали, нам для позачаровой сессии нужно 150 долосей. Понятно. Международный валютный фонд изменил некие требования относительно Украины. В частности, отложил требования по земельной реформе. Как минимум до конца года, чтобы найти компромисс внутри страны. Известна ваша позиция, что вы не поддерживаете земельную реформу. Но ваш прогноз, все-таки есть ли шанс до конца года до чего-нибудь договориться? Сподіваюсь, что нет. Слушайте, когда мне рассказывают медичная земельная пенсионная реформа, я вам скажу так, реформа – это то, что люди должны на хлеб намазать. В результате реформы украинцы должны жить лучше. А что нам рассказывают про реформы? И забирают людей землю, закрывают школы, закрывают детсадки, закрывают лікарни, пенсионные веки, страховый сад, вместо того, чтобы принимать пенсии, принимать зарплаты, то это не реформы, это пограбунок людей. Поэтому моя позиция – я не против продажи земли, потому что я не хочу против рынка. Я против продажи земли с одной причиной. Потому что эту землю не купят украинские селяне, украинские фермеры. Ее купят латифундисти. А украинские селяне будут батраками. Есть же предельственный законопроект про 200 гектаров. Нет, оно не працюватиме. Через представительные структури, через выгаданные всякие подробные схемы, людей заберут землю. Для того, чтобы не забрали. Наша команда пропонует внести изменения до Конституции, до статьи 41, передбачить, что основой аграрного строя Украины есть фермерское хозяйство. И всю политику приводить для фермеров. Дешевые кредиты, доступна возможность, паливно-мастильные материалы, посильный материал и главные рабочие места. Олег Олегович, спасибо. Как раз Кабмин на этой неделе пообещал, что до конца года масштабная программа поддержки фермерства будет принята. Обещанка, цаціанка, дураку радость. Они по эти программы попринимают, краину разграбуют. Олег Олегович, я вас благодарю. Наше время вышло. Олег Лешко, лидер радикальной партии. Мы идем дальше.